Здравствуйте, оператор 112 Денцовского округа Кожевникова. Слушаю вас, говорите. Что случилось? Вызов скорой? И так уже 10 лет. Оксана Кожевникова принимает до 400 звонков в сутки. Признается, за годы работы в системе 112 сердце не зачерствело. Каждый вызов для нее особенный. Каждый вызов, когда дети, когда ДТП, когда пожары, не дай бог, с пострадавшими, то, конечно, нельзя привыкнуть к тем ситуациям. Сегодня в Центре гражданской защиты оживленно ученики 13-й гимназии пришли посмотреть, как работают операторы и спасатели. Называется система региональной безопасности, безопасный регион. В Денцовском округе можно включать порядка 8 тысяч видеокамер. Система видеонаблюдения по традиции вызвала у школьников особый интерес. Виртуальная прогулка по городу получилась познавательной. Заглянули даже в родную школу. После каждой почти экскурсии подходят детишки, которые заинтересовались нашей деятельностью, спрашивают, а как можно стать спасателем, как можно стать оператором системы 112. Всем рассказываем, всех агитируем. Естественно, популяризуем профессию спасателя. Александр Зубков решил стать спасателем еще в детстве, когда увидел пожар своими глазами. Теперь у него работа серьезная и даже опасная. Но и курьезных ситуаций было немало. Однако в профессии не разочаровался. Скорее, наоборот. Прежде всего, это профессия призвания. То бишь, человек, когда выбирает себе работу по душе, он должен, прежде всего, согласовывать с самим собой, хочет ли он этим заниматься. Потому что не каждый на постоянной основе сможет реагировать и, соответственно, душой помогать людям. Алена Наполова на таком необычном уроке впервые. Впечатлений много. Говорит, в будущем, возможно, станет спасателем. Мне было очень интересно, как работают спецслужбы. Я об этом узнала. Мы увидели, как принимают вызовы. Это очень интересно. А также проходим, грубо говоря, обучение, где узнаем, как работают спасатели. Спасатели показали, как пользоваться специальными инструментами и даже дали их поддержать школьникам. Теперь детям есть о чем подумать. Может быть, большинство из них и не станет спасателями, но, скорее всего, они будут более внимательны к правилам безопасности. Это тоже хороший результат. Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».